Друзья, всех приветствую! Сегодня мы с вами постараемся сравнить две самые популярные в мире моба игры. Honor of Kings, который является самой популярной мобой в Азии, и Mobile Legends, собравшую миллионы пользователей странах СНГ и всему миру. Для начала разберемся, что вообще такое Honor of Kings. Эта игра вышла более 8 лет назад в Азии и обрела огромную популярность. Honor of Kings ежедневно посещает более 100 миллионов игроков, а призовый фонд ежегодных турниров составляет около 10 миллионов долларов. Немного о игровом процессе. Что хок, что мобла, игры динамичные, но в среднем в Honor of Kings игра длится дольше, влияние на игру осуществляют все персонажи в равной степени, а баланс ролей на высоком уровне. За счет этого при равном уровне игры не будет ситуации, где герой может в соло убивать всю карту. Большая длительность игр обусловлена распределением игрового опыта и золота, большей стоимостью предметов и сложностью ведения массфайтов. Теперь же давайте сравним графическую составляющую. Тут не могу говорить общими терминами, ибо на вкус и цвет товарища нет. Могу ли сказать свое мнение? Визуальная составляющая в Honor of Kings мне нравится больше. Эффекты скиллов приятные, анимации чемпионов очень плавные и понятные. Каждый найдет себе чемпиона по вкусу. Карта. Лес и в целом расположение карты в Honor of Kings больше напоминают уменьшенную карту ПК Лиги Легенд. Уникальные объекты, которые появляются на 3, 10 и 20 минутах игры имеют свои преимущества. Например, в MLBB первым основным объектом на карте является черепаха. А в Honor of Kings в свою очередь первые объекты дают такие же преимущества, как и их усиленные формы на 10 минуте. Синевой тиран позволяет вам выпустить по каждой линии драконов, которые будут помогать кушать вышки более эффективно. А дракон дает дополнительный урон при использовании скиллов или автоатак. А на 20 минуте появляется самый сильный объект – дракон Бури, убийство которого дает одной из команд колоссальное преимущество для завершения матча. Дракон Бури дает вам щиты, дополнительный урон, а также пускает усиленных драконов Бури по каждой линии. Игровые механики. В Mobile Legends огромное количество чемпионов с их уникальными игровыми механиками. В свою же очередь Honor of Kings также несет вам большое количество нового игрового опыта. В игре очень хорошо проработаны убийцы и их игровая логика. А за счет достаточно большого урона у таких героев, очень важную роль играет грамотный выбор позиций и понимание, когда следует присоединиться к файту. В S&G сегменте Mobile Legends уже давно сформировалась в своей аудитории. А обе игры, в общем, похожи друг на друга. Пока вышел раньше, и только сейчас собираются захватить рынок мобоигр в остальном мире. Если верить словам разработчиков, нам стоит ожидать игру с более соревновательной системой, где ранг будет показателем скилла игроков. В свою же очередь, MLBB больше нацелена на легкость матчей и их быстрый темп, за счет чего каждый может даже в прерыве на обед, без затрат сил, сыграть пару матчей. Влияние доната на игровой процесс. В Honor of Kings, так же как и в Mobile Legends, скины дают незначительное преимущество для игрового процесса, так же как и руны, которые нужно прокачивать. Прокачка аккаунта и покупка героев. Героев в Honor of Kings, так же как и в ML, нужно будет покупать за игровую валюту. За счет игровых событий и различного рода плюшек, всех чемпионов можно будет купить за очень быстрый срок. Итак, подведем итог. У каждой игры будет своя аудитория. Некоторые просто не готовы бросать MLBB после столь долгого игрового опыта в ней. А некоторые захотят попробовать что-то новое. Если вы еще не уверены, стоит ли попробовать? Я вас уверяю, попробовать стоит. Игра имеет огромный потенциал, всю игровую атмосферу и множество других плюсов, которые вы обязательно оцените. На этом моменте видео подошло к концу. С вами как всегда был Хавлакс. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи и всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...